Законность, честность и храбрость – их главное оружие. Молодые защитники правопорядка завершили курс профессиональной подготовки. Обучение длилось 12 недель. В связи с эпидобстановкой теоретическая часть занятий проходила в дистанционном формате. Так, правила кодекса этики служебного поведения, основы оказания первой медицинской помощи, историю образования ведомства, курсанты изучали заочно. В связи с коронавирусной инфекцией мы встретились с ними ненадолго, скажем тогда. Но в любом случае мы пытались, чтобы они обучились основному, то есть именно огневой подготовке, физической, ну и правовой, с теми практическими знаниями, которые у нас называются профессиональные модули. Курсанты признаются, учеба запомнилась практическими занятиями. Здесь важна физическая подготовка, дисциплина, грамотное обращение с оружием. Для успешной сдачи экзамена ребята часами занимались с преподавателем, оттачивали приобретенные навыки. Сам экзамен состоял из теоретического раздела – сдачи нормативов. После этого курсанты допускались к стрельбе. Упражнение мы выполняем с 25 метров, с 20 метров, также с 10. Самое основное у нас – это идёт с 10 метров, так как зачёты ежегодные, также сотрудники сдают именно непосредственно с 10 метров. На это даётся 4 патрона, не более 10 секунд. Породить мишень нужно двумя и более патронами. Выражение оружия не для девушек здесь неуместно. Младший сержант Анастасия свою профессию выбрала, равняясь, например, матери. Девушка уверена, если ты сильна духом, то и служба в неведомственной охране труда не составит. Первое время мне казалось здесь очень трудно. Ну, это только первый, наверное, день-два. После тут очень понравилось, даже как-то сейчас грустно, честно говоря, уходить, расставаться с этим местом. Сейчас, завершив курс обучения и успешно преодолев экзамены, росгвардейцы получили возможность приступить к исполнению своих должностных обязанностей по месту прохождения службы. Александра Никитина, Новости Управда ТВ.